При том, что оптимизацию высших учебных заведений Министерство образования только готовится начать, а только готовится войти в активную фазу, потому что сейчас Миновер разработал ряд критериев, по которым будут оцениваться эффективные и неэффективные вузы, мы уже почувствовали на себе первые итоги этого. И те митинги студенческие, которые, например, прошли в Тамбовской области против слияния двух университетов, они говорят о том, что далеко не все рады вот этим инновациям, а точнее не вот этим инновациям, а тому, как именно они будут воплощаться в жизнь. На мой взгляд, проблема заключается в том, что Министерство образования на берегу никому ничего не объяснило. Никому не было сказано, что именно будет делать Минобор и как именно будут реформироваться и оптимизироваться высшие учебные заведения. Для меня, например, как для первого зампреда профильного комитета Государственной думы по образованию, совершенно очевидно, что реформировать систему вузовскую надо, потому что мы сейчас имеем больше тысячи вузов, и половина из них платная, ну, имеется в виду коммерческих вузов, а половина из них государственных вузов. Но, к сожалению, качество преподавания во многих из них, из рук вам плохое, оно не лезет ни в какие ворота, и причем понятно, что в коммерческих вузах это, наверное, встречается чуть чаще, потому что у нас есть вузы, например, такие, у которых есть бухгалтерия, ну, то есть касса, но нет ни аудитории, ни студентов, ни помещений, вообще ничего. Просто в кассу приходишь, 4 года платишь деньги, потом приходишь, забираешь диплом. Ну, то есть такая в рассрочку очень удобная форма покупки, но с получением знаний это не имеет никакого, ничего общего. Но самое страшное, что и среди государственных вузов хватает тех учебных заведений, которые, кроме как шарашкиными конторами, не назовешь. В ряде случаев частные вузы дают лучшее качество образования, чем государственные. Не всегда, но это бывает. Я это веду к тому, что часть из вузов закрывать действительно надо. Вопрос, как это будет делаться? И вот теперь представьте студента, который в сентябре, собственно, стал студентом, получил студенческий билет, и теперь на интернет-сайтах или в газетах читает о том, что будет оптимизировано количество вузов. И он понимает, что по каким-то неведомым ему критериям его университет, институт, академия может быть сокращен, если с другим вузом. Ему говорят, от этого повысится качество образования. А у него от этого идут мурашки по коже. Почему? Потому что он понимает, что вот сразу же на берегу возникает большое количество вопросов, а ответа ни на один нет. Вопросы, например, такие. Вот, скажем, я поступал на одну специальность. В соседнем вузе, с которым будут меня объединять, есть похожая специальность, но называется она по-другому. Но я ведь в свое время не пошел в соседний вуз. Я пошел именно сюда, потому что я хотел закончить вот эту специальность, которая называется вот так. Почему я должен буду переходить на другую специальность, которая называется по-другому? Или та будет называться по-другому, и тогда недовольны будут те студенты. Вопрос? Вопрос. Ответ есть? Нет. А второй вопрос. Вот представьте студента четверокурсника, например, который проучился уже 4 года, да, или там 3, если это бакалавриат, ну, то есть, находится практически на выходе. То есть, он прошел большое количество специальных дисциплин уже. И в образовательных планах, в образовательных программах эти дисциплины очень сильно разнятся. То есть, две специальности, тут экономист, тут экономист. Но набор дисциплин внутри, он очень разный. И когда один человек переходит на другую кафедру, перед ним встает вопрос, а мне придется доздавать вот это вот огромное количество дисциплин? Или не придется? Ответ есть? Нет. Дальше. Я учусь в университете, в котором обучение стоит 100 тысяч рублей в год. А меня переводят в университет более престижный, потому что он поглощает, он более эффективный. Но там обучение стоит 200 тысяч рублей в год. Я буду платить 100 или 200 тысяч рублей в год? Или 150? Если я буду платить 100, то это несправедливо по отношению к тем студентам, которые ту же самую образовательную услугу получают, но дороже. А если мне скажут, плати 200, я скажу, слушайте, ребят, вы не офигели? Я поступал на другую сумму, у меня просто нету таких денег, иначе я бы сразу пошел туда. И вот таких вот вопросов огромное количество. Я бы не сказал, что эти вопросы критические, потому что все их можно решать. Но, знаете, как на каждом сайте, раньше особенно, в пору старого интернета, была кнопка «Часто задаваемые вопросы». Это было таким хорошим тоном, везде она существовала, эта кнопочка. Можно было туда нажать и прочитать там «Часто задаваемые вопросы». Вот пока у министерства, вот в этой всей системе, у нее нет кнопки «Часто задаваемые вопросы». И вопросы остаются без ответов. А когда вопросы остаются без ответов, люди начинают нервничать. И вот в Тамбове люди начали нервничать, начали выходить на улицы. Начали студенческие волнения, демонстрации и митинги. И, значит, когда они закончатся, непонятно. Но они происходят не от того, что люди там радикально против. Они происходят от того, что люди не понимают, что происходит. И вот этот вот градус, он повышается сейчас. И в отсутствии внятной повестки, в отсутствии внятной политики. Не просто кого мы назовем неэффективным. Мы понимаем, что неэффективный вуз, который не попадает под ваши критерии. Дальше что? Вот не попал. А в нем учатся несколько тысяч человек, а иногда там еще больше. И в данной ситуации я, например, принял решение, что необходимо просто создавать инструмент, который мог бы защищать права студентов и права профессорко-преподавательского состава при вот этом слиянии и поглощении вузов при процессе оптимизации. У меня сейчас готова горячая телефонная линия, на которую будут приниматься вот эти вот звонки. Там будут сидеть юристы, они будут консультировать. По всем ситуациям, которые критические, там будут сразу же делаться депутатские запросы, я буду их подписывать и отсылать в надзорные ведомства. Но понятно, что какое-то количество вот таких вот очагов мы сможем погасить. Но, к сожалению, может так получиться, что их количество будет слишком велико. И уже появились политические паразиты, которые как глисты, вот где грязь, там глисты, да. И так есть у нас и такие политические гастролеры, где есть очаг напряжения, там появляются они, ничего не понимают в этой программе, в этом проекте, в этой проблеме. Они не собираются ничего решать, они просто хотят собрать свой протестный профиль. Ну а студенты, вы знаете, какая это аудитория и как легко воспламеняется эта горючая и гремучая масса. Поэтому, на мой взгляд, Министерство образования сейчас находится в ситуации, когда есть острая необходимость начинать говорить. Когда есть острая необходимость начинать отвечать на те вопросы, на которые отвечать совсем не хочется. Иначе, к сожалению, может сложиться такая ситуация, что отвечать на них все равно придется, но это будут уже совершенно другие ландшафты и совершенно другой градус у тех людей, которые задают вот эти вот вопросы. Министерству надо начинать объяснять, что они делают.